Вашингтон готов к сотрудничеству с Россией в Сирии. Вот с таким, да, на первый взгляд обнадеживающим заявлением выступил президент США. Но тут же Барак Обам добавил, Москва пока не делает необходимых шагов, а также продолжает поддерживать законы сирийской власти. Об этом глава Белого дома заявил в Пентагоне после совещания по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ. По мнению Обама, правительство президента Сирии нарушает режим прекращения боевых действий. При этом глава США ни словом не обманулся о постоянных обстрелах со стороны боевиков, в том числе тех, которые причисляют себя к так называемой умеренной оппозиции. Ответственность за происходящее в Сирии Обаму, но уже по традиции, возложил на Асада. Кроме этого, как выразился президент США, Россия в Сирии может не оправдать американских ожиданий. По сути, он заранее обвинил Россию в возможном срыве перемирия. Но говоря об ИГИЛ, Обама признала, что из-за военных поражений джихадисты меняют тактику и пытаются проводить больше терактов за пределами Сирии и Ирака. Даже если мы разобьем ИГИЛ на полях сражений, этого будет недостаточно. Пока сохраняется их извращенная идеология, которая призывает к насилию, группировки, подобные ИГИЛ, будут вновь появляться. Есть риск, что международное сообщество может быть втянуто в глобальную борьбу с драконом, когда на месте отрубленной головы вырастают две новые, будь то глобальные угрозы или террористы-одиночки.